МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Живи здесь и сейчас. На данный момент это основное. Я далеко вперед, в настоящих реалиях перестала загадывать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родилась я в Узбекистане. А когда мне было полтора года, родители увезли меня на Таймыр. Увезли в сумки, пряча. И жила я в вахтовом поселке. То есть детей нельзя было привозить в вахтовый поселок. Поэтому так вот на одном из месторождений нефтегазовой промышленности появился первый ребенок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родители привезли, когда наступало время учебы в школе, было дано право выбора родителям, куда они переедут. Им предоставлялось там жилье. И вот мы выбрали дудинку. Многие уезжали в Норильск. Но дудинка, она на реке. Она похожа на мирный. Она такая же маленькая, компактная, уютная. Что было, тем играли. Родители привозили подарки. Прекрасно помню Новый год, когда папа привез мягкого поролонового большого зайца. И почему-то посреди зимы, я не знаю, откуда он это взял, это был арбуз. А Новый год мы встречали все вместе, всем общежитием. То есть все взрослые сидели за столом, все дети под столом. Потому что были такие маленькие комнаты. Такое, наверное, самое страшное и детское впечатление, это 79-80 год, вот эта новогодняя ночь, взрыв газопровода, когда все родители убежали, остались только дети, и кто-то из женщин, кто-то остался. И родители ликвидировали аварию, тушили этот газопровод. Когда я уже была взрослая, то есть уже прочитала, что в это время я эвакуировался на Рильск полностью, было остановлено все, потому что другого источника газ не было, людей вывозили на материк, ну а мы детьми были там, вместе на газовом месторождении. Моё детство прошло в тундре, моё детство прошло с рыбалкой, с ягодами, с походами, но моё всё детство связано именно с рекой, с Енисеем и с рыбой. Родители работали круглосуточно, можно так сказать, воспитывали друг друга мы сами, соседи, кто не на смене, тот и накормил всех детей. То есть собаки вокруг, если собаки сидят около клуба, значит кино будет, значит его привезли, ну и конечно же это вот походы по ягодам, грибам на рыбалку. Да, я хорошо училась, у меня была проблема с математикой, ну как проблема, это просто четвёрка. Вот, ну учитель математики всегда считала наш класс неспособным к математике, поэтому там сложно было бы получить пятёрку, а училась я хорошо. Ну вот, если бы всё вернуть назад, наверное, я бы ушла в органы, но на тот момент, как бы вот, было сомнение, я всё-таки вот так и ушла в педагогику. Я закончила Красноярский педагогический университет, институт на тот момент, факультет начальных классов. На тот момент, когда я приехала в Мирно, и мои дети, старшая дочь уже пошла в детский сад, и пришло время устроиться на работу, как раз-таки с учителями начальных классов в Мирно всё было хорошо, и было устроиться сложно. Поэтому я попала на работу в вечернюю школу, работающую молодёжь. Ну так как учитель начальных классов это универсальный учитель, поэтому я преподавала географию и была социальным педагогом. У меня был такой один из сложных классов, седьмой, их тогда набрали первый раз, там ребята, ребята, которые мне нужны были в других школах, скажем так. Такие хулиганы, но они все закончили школу, институты и работают в компании. В Красноярске я познакомилась с молодой парой. Мы снимали у одной бабушки вместе комнату в доме. Они были из Мирного, и первый раз я приехала сюда к ним на Новый год, посмотреть, что такое Мирный. Вообще, на самом деле, я верю, наверное, в судьбу. Обычно в отпуске ездили, если так смотреть на карту России, и смотреть с севера на юг, то по правую сторону, в сторону запада, то есть уезжали. Там много где была, и на одном из уроков географии, там в школе, как раз таки изучали, там великие реки России. Ну, и была такая фраза, я прям помню ее, что ладно, вырасту, съезжу, посмотрю на эту Лену. Меня поразило все-таки, ну, я знала, что я еду на север, да, меня поразили деревья. Ну, то есть они, конечно, сейчас выросли с тех пор, но, тем не менее, вот как-то, как-то мне это было, ну, непривычно, потому что выросла в тундре. Так получилось, что пригласили на работу именно в администрацию. Я прошла, пришла, прошла собеседование. Со мной побеседовали, говорит, ну, мы вам сообщим, вот, как бы так. А сотовых телефонов не было, там какой-то период времени я там просидела дома, там около телефона, думаю, ну, вдруг звонок будет. А потом, верно, пришли со школы и говорят, что, ну, хватит уже сидеть в декрете, у нас там детей учить некому. Я вышла на работу. Прошло полгода и поступил этот звонок. 11 января 2001 года я прошла собеседование и вот в этот понятие, 15-го было 23 года, как я в этом здании. Мне нравится моя работа, мне нравится мой коллектив. это я называю каждый год, ну, где-то после 20 лет это вот стало так называть, взаимная любовь длиною в. Ну, вот сейчас уже в 23 года. Работа в администрации, она динамичная, она не похожа каждый год. Кажется, что одно и то же, там вроде как одни и те же мероприятия, это каждый раз разные события, это меняется все очень быстро. наверное, наверное, вот такой немножко пожарный режим работы, это вот мой режим работы, я, наверное, не смогу в каком-то там спокойном состоянии, где просто там бумажка к бумажке что-то там перекладывать, перечитывать, это нет. Вот если нужно спасти мир, это вот про меня. Много раз было, да, там в порыве какого-то там очередной, как я считала, там неудачи или там усталости. Ты думаешь, ну вот все, вот настал этот момент, там пишешь заявление, там плачешь, тут же его рвешь, выкидываешь, успокаиваешься, морально тяжело, потому что ну это работа последние полтора года, она действительно 24 на 7, потому как мы работаем с членами семьи СИВО, мы работаем непосредственно с ребятами на связи постоянно, это решение и бытовых проблем, и просто выслушать. И здесь ну здесь бывает сложно, потому что ситуации у всех разные, да, то есть кого-то, кто-то кого-то еще ищет, кто-то кого-то уже потерял, и с этими людьми ты постоянно на связи. Последние три года, они вообще в принципе изменили мое отношение к жизни и саму жизнь. Я получила права, и теперь это путешествие. и как правило я одна за рулем и неважно какой это регион России. Сейчас я вернулась в Карелии. Сэр? Машина была не из мирного, машина была напрокат, да, мне нужно было как-то перезагрузиться, посмотреть на красоту, но это была мечта девятилетней давности, то есть как-то вот хотелось погрузиться в какую-то скандинавскую сказку. Они вообще неразделимы, они всегда были неразделимы, и они так и будут без Алроса здесь невозможно, сложно. А Мирный появился благодаря Алросу, Мирный живет благодаря Алроса, здесь работают люди Алроса, здесь все, все связано с Алроса. Алроса помогала, когда было сложно в 90-е годы, 2000-е годы. Алроса продолжает сейчас социальные проекты, это вообще никак, даже представить себя как-то сложно. Да, пришли недропользователи, но это совершенно не то главное здесь Алроса. У Мирного все для этого есть, нам немножко нужно добавить какой-то особой атмосферы, там действительно какого-то наверное единого стиля, очень сложно нам будет расширить наши дороги, мы понимаем почему они такие, очень уютные, компактные, но и возможно добавить новые какие-то интересные дома, то есть строительство нового. Мы убираем наши старые деревяшки, хотя они напоминают многим такая ностальгия, ветераны приезжают, когда смотрят сейчас очень много фотографий, так вот общаемся те, кто уехал, говорят, как, а тут столько снесли, а где же это, а я вот там жила, этого дома нет, как интересно здесь появились новые дома, вот эта вот динамика она все равно есть, город развивается, нам немножко нужно сделать его самим более уютным. Все жители Мирнинского района, вот все, абсолютно все, не важно где он работает. Здесь все построено, авросы, здесь, но изначально люди приехали ради этого, поэтому здесь все, они одна большая семья. Общалась всю жизнь с замечательными людьми, я работала со всеми президентами республики, то есть с каждым я знакома лично. 2003-2005 год, это было просто такие интересные поездки сюда людей, здесь было очень много людей в 2005 году, на юбилей города, здесь полстраны наверное было, 2001 год, это первое знакомство, мы ждали Владимира Владимировича, так, это был затоплен лент, восстанавливался, как бы да, в мирном небе, но тем не менее вот эта вся подготовка, она может быть, приедет, а все руководство МЧС, они же все здесь базировались, это было 2001-е, начало работы, то есть это вот сразу был пожарный режим работы, то есть я пришла в январе, это все случилось в мае и продолжалось до конца сентября, пока все это не восстановилось, это очень интересно, здесь постоянно кто-то из руководителей приезжал, то есть и были стройки, которые принимались высокопоставленными людьми, здесь много кого было, Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи премьером, министром, принимал светлинскую ГЭС, то есть каждый год какой-то он приносит что-то интересное, новое. Дочь у меня закончила медицинский университет и так как она и супруг у нее медики занимаются научной деятельностью параллельно, они остались в Новосибирске, там свои уже детки, а сын с 13 лет, он спортсмен, профессиональный спортсмен, с 3 лет в спорте, но так как он выбрал биатлон уже в дальнейшем, то есть у него была спортивная гимнастика, у него была легкая атлетика, я становился на биатлоне, поэтому в Мирном это сложно, он закончил Алганскую школу подготовки Олимпийского резерва и он закончил потом техникум в Стерли-Тамаке, это в Башкирии, бегал, кандидат мастера спорта по биатлону. Сын несмотря на то, что занимался спортсмен, как все мальчишки разгильдяи, и вот в очередной раз там был на соревновании, пропустил целую кучу учебного года, приехал, кто-то ему там дал списать перед уроками, а он кто-то из мальчишек полез тоже посмотреть, а да я тоже спешу, ну и такая небольшая потасовка, он ломает руку, ломает руку, это стрелковый палец, это биатлон, это профессиональный, то есть, а на следующий день начинается соревнование между школами по, эстафета по лыжным гонкам, и там определенного возраста мальчик, определенного возраста девочка, да, а мой в гипсе, и я понимаю, что как бы школа идет его навстречу, а он, значит, вот сейчас такой-сякой бежать не может, потому что рука в гипсе, ну как бежит, я договариваюсь, ну вернее, не договариваюсь, а просто прихожу и говорю, он побежит, говорит, а как, я говорю, ну, если, говорит, напишите согласие на то, что вы, я говорю, не просто напишу согласие, я еще рядом побегу, буду говорить все, что о нем думаю. Он на меня тогда обиделся, ну прям реально обиделся, и прошло время, соревнования у него, российские соревнования в Красноярске, он ломает на подъеме палку, а палку подать некому. После этого позвонил, сказал, как хорошо, что я тогда бежала с одной рукой в гипсе, я просто понял, как это, я вспомнил, как это надо делать, поэтому мне было неважно, есть палка в руках или нет, главное, я знаю, как это делать. Я могу рисовать, я могу вязать, я могу, не знаю, чего-нибудь слепить, поэтому вот, бывает так, что вот, мне сегодня вот надо сделать это, и я это сделаю, пока я это не сделаю, я не встаю. Любимый город, вместо силы, я с удовольствием возвращаюсь из отпуска. Алроса – это надежный партнер, это ответственность, стабильность, это было, и есть, и будет. Я бы все повторила, вот я ни на минуту не жалею, как сложилась моя супер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok